Добрый день, друзья! Винегрет очень вкусный, полезный и всем знакомый нам салат. Но мне хочется, чтобы он почаще встречался на наших праздничных столах. Поэтому я предлагаю вашему вниманию праздничный рецепт винегрета. Для приготовления нам потребуются те же ингредиенты, что и для обычного винегрета. Но так как он праздничный, добавим маринованные грибочки и он у нас будет слоеным. Картофель, морковь и свеклу я заранее отварила в кожуре и остудила. Эти овощи мы чистим и натираем на крупной терке. Мелко нарезаем лук. Если лук горчит, то заливаем его кипятком на несколько минут. Затем откидываем на сито и даем воде стечь. Мелко нарезаем соленые огурцы. Промываем грибы холодной водой, чтобы избавиться от слизи. Если грибочки крупные, то можно их порезать. Начинаем собирать салат. Первый слой у нас картошка. Слоев овощей у нас будет по два. Поэтому часть овощей оставляйте на второй слой. У меня на второй слой будет уходить больше продуктов, так как мой салатник кверху расширяется. Слой картошки я подсаливать не буду, так как следующим слоем будут соленые огурцы. Этот слой хорошо промазываем майонезом. Следующий слой салата это соленые огурцы. В салате будет только один слой соленых огурцов, поэтому выкладываем их все. Дальше идет слой моркови. Их в салате будет два. Этот слой вы можете подсолить по своему вкусу. И его мы тоже смазываем майонезом. Кстати, если вы не едите яйца, а в майонезе они есть, то можно использовать постный майонез. И тогда блюдо получится полностью постное. Следующий слой у нас свекла. Слоев свеклы у нас тоже будет два. Этот слой я подсаливаю. Смазываем слой майонезом. И идем по второму кругу. Выкладываем остатки картошки. Этот слой я не солю, так как дальше слой лука и маринованных грибов. Ну и не забывайте, что в майонезе тоже есть соль. Смазываем все майонезом. Следующим слоем выкладываем лук. Дальше слой маринованных или соленых грибов. У меня это опята. Выкладываем второй слой моркови. Смазываем этот слой майонезом. И последний слой из салата свекла. Этот слой можно подсолить. И аккуратно смазываем свеклу майонезом. Сверху салат украшаем консервированным горошком. Какой же винегрет без горошка? Готовый салат накрываем пищевой пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. Получился красивый праздничный салат. Всем приятного аппетита!